Сейчас и в правительстве, и в партии Нур-Отан обеспокоены ходом реализации этой программы. При всех положительных моментах есть вопросы, которые касаются непосредственно освоения, выделения денег, качества исполнения работ. И хотелось бы сегодня, Глеб Анатольевич является членом рабочей группы при партии Нур-Отан по программе «Моногородов». И мы бы хотели с первого пуста услышать, как движется эта программа, что мешает для реализации. И что нам надо предпринять в дальнейшем, чтобы эта программа была полностью реализована. Как известно, Храмтау – единственный город Актюбинской области, вошедший в программу развития моногородов. Его главным преимуществом является наличие градообразующих предприятий, на которых сегодня задействована большая часть населения. И только две тысячи человек имеют собственный бизнес. Чтобы в дальнейшем в случае кризиса обезопасить людей от безработицы, необходимо расширить сеть среднего и малого бизнеса, считают в этой связи народные избранники. Однако, по словам местных чиновников, добиться желаемого результата мешают некоторые трудности. У населения есть огромное желание и потенциал заниматься собственным делом. Но на пути к цели встречаются различные трудности. Это маленькие суммы грантов, выделяемые государством, можно увеличить размер от 3 миллионов до 30 для крупных проектов. Также у начинающих бизнесменов возникают проблемы с залоговым имуществом. Тем не менее, глаза у стартаперов горят. Аким Храмтау, в свою очередь, рассказал о проделанной в рамках программы работе. Так, на 96 миллионов тенге, выделенных в 2012 году, чиновники отремонтировали систему отопления и канализации в ряде соцучреждений, отделенили городской парк, построили 8 дворовых площадок и осветили несколько улиц. Двое большая сумма, 198 миллионов тенге, была освоена в прошлом году. В 2013 году по программе развития моногородов было выделено 198 миллионов тенге. На сумму 50 миллионов тенге был проведен капитальный ремонт системы объектового образования детский сад номер 3, 4 и средняя школа 1 и 3 школы. На сумму 20 миллионов было установлено 8 дворовых детских площадок. На сумму 23 миллиона было отремонтировано по улице Оуза. На сумму 105 миллионов было реконструкция автомобильной дороги, где проспект Победа Абая. Однако, ну сейчас переходящий объект в этом году будет завершаться. В текущем году бюджету предстоит потратить во благо храмтаусского народа приличную сумму – свыше 1 миллиарда тенге. По словам Акима, половина этих денег уже использована по назначению. Отремонтирована одна из школ, несколько улиц, реконструированы сети водо- и теплоснабжения. Ансула Махмутова, Жаслан Жубаев, программа «Факт».